Почему депутаты бегут в Украину, а не из Украины? Нет, я не собираюсь сделать бюроев из беглых депутатов Вороненкова и Максаковой. Обычные депутаты не лучше прочих. Особенно с учетом расследований по Вороненкову, которые печатаются в последнее время. Никаких иллюзий по поводу первой межфракционной семьи ни у кого не было. Меня их история заставляет задуматься о другом. Украина ведь не самое безопасное сегодня государство. Экономические перспективы его темные, военные не лучше. Есть шанс, что Россия не просто так признала паспорта ДНР и ЛНР, хотя и не признала сами ДНР и ЛНР. Более того, лишь пятая часть россиян по свежему опросу овциома желала бы их воссоединения с нами. Неясно, короче, как там все сложится у юго-западных соседей. И не случится ли там у них третий майдан. И тем не менее депутаты бегут туда, а сюда, с Украины, никто не бежит. И ниоткуда не бежит, кроме Жерара Депардье, который тоже уже уехал. Даже Сигал не живет. Хотя, казалось бы, кому он нужен? Гаст Арбета едут, это да. Но это ведь совсем другое дело. Гаст Арбета не гражданин. Ему уехать недолго и защищать эту территорию, в случае чего он не будет. Обустраивается по большому счету тоже. Он ее подметает, строит частные дома, перевозит грузы. Но наемный рабочий отличается от гражданина. И трудоустраиваться не значит любить. Допускаю, конечно, что Вороненков и Максакова засланные казачки. И завтра признаются в том, попутно рассказав, как в Украине плохо и как их там невкусно кормили. Но не похоже, честно говоря. А похоже на то, что сегодня эта самая нестабильная, воюющая, атакованная русскими Украина, поливаемая по всем каналам и дружно поносимая в соцсетях огромным большинством пользователей, представляется дальновидным людям прямо-таки островком стабильности по сравнению с Россией. Потому что, положа руку на сердце, процентов 86 при объективном опросе честно признались бы, что живут в ожидании грандиозного бабаха. И это не наследие нестабильных 90-х, многих вовсе не помнят, а ощущение усугубляющейся, тошнотворной неправоты во всем. Ощущение все более глубокого сваливания в непроходимое болото, которое можно, конечно, выдать за особый путь, но как-то очень уж дурно этим путем пахнет. И хотя мы по-прежнему перспективны для спортсменов и тренеров, и в кровь готовы рассыловать любого перебежчика, и квартиры охотно даем по всему пространству от Грозного до Саранска, к нам не особо рвутся, а от нас готовы уехать даже на войну. Потому что у нас перспектив ноль, а на войне можно хоть пострелять, а если повезет, то и заработать. И враги украинские власти, симпатизанты нашей, почему-то ездят сюда в основном на ток-шоу, а жить предпочитают там. И пока эта ситуация не изменится, никаких оснований для оптимизма у нас не появится, даже если доллар опять будет по 35. Потому что не долларом дышит человек, а кислородом. А кислорода тут не прибавляется. Дмитрий Быков